МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вручение знака отличия одному из благоустроенных дворов Черкеска и подписание соглашения о досрочном переселении граждан из ветхого жилья. Республику с рабочим визитом посетили руководители госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. Пандемия не отступает и вынуждает вводить дополнительные меры реагирования. На неделю в Карачаево-Черкесии запустили третью лабораторию для исследования тестов и вывели из резерва еще один, шестой по счету, ковид-госпиталь. Маски, перчатки, диссредства, самоизоляция, соблюдение эпидемиологических правил обязательно для всех предприятий, организаций, школ и особенно для больных коронавирусом. Как ведется контроль за эпидемиологической обстановкой со стороны Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии, расскажет руководитель ведомства Сергей Бескокотов. Два раза в неделю проверяется работа предприятий, организаций, находящихся на территории города Черкеска. Такая же работа должна быть организована и в районах. Безопасно ли отправлять своих детей в школу в период пандемии? Какие меры предпринимают общеобразовательные учебные заведения, чтобы обеспечить безопасное очное обучение школьников? Центр социального обслуживания расширяет формы помощи гражданам в период пандемии. Теперь к нуждающимся будет приходить на помощь не только соцработник, но и квалифицированный медик. На неделе Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил председатель наблюдательного совета Госкорпорации фонд содействия и реформирования ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор фонда Константин Цицын. Первый пункт рабочей повестки был скорее торжественный, чем деловой. Вместе с главой республики Рашидом Темрезовым гости посетили двор одного из лучших многоквартирных домов республики и вручили его жителям знак отличия – дом образцового содержания. Карачаево-Черкесия уже не первый раз удостоена такого внимания от фонда содействия и реформирования ЖКХ. Пять лет назад этот статус получил дом по улице Октябрьская. Затем знак образцового предприятия ЖКХ получил и первый на Северном Кавказе завод для хранения и сортировки твердых бытовых отходов, открытый в 2018 году. С торжественной церемонии репортаж о Ленингидеевой. Дом – это место, где царит спокойствие, уют и красота. И многоквартирный дом по адресу Красноармейская, 85 – наглядный тому пример. Здание, построенное в 2013 году благодаря стараниям жильцов и управляющей компанией, является образцом комфорта и безопасности многоквартирных домов. И теперь этому есть официальное подтверждение. Дома достоин самой высокой оценки – дом образцового содержания. Жильцов лично поздравил глава Карачаево-Черкесской республики Решид Тимрезов совместно с председателем наблюдательного совета государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и генеральным директором фонда ЖКХ Константином Цицыным. Глава республики отметил, что отрадно встречаться с жителями республики по такому поводу. Я хочу поблагодарить своих земляков, жителей этих домов, которые сами понимают свою ответственность, свое участие. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов, и чтобы как можно больше, мы здесь видели, были участниками того, что рождаются большое количество детишек. Огромное вам спасибо. Сергей Степашин, в свою очередь, отметил, что многоквартирные дома в республиканской столице уже не единожды удостаиваются звания образцового дома, а также акцентировал внимание на оригинальных строительных решениях придомовой территории. Это уже не первый дом, дом образцового содержания в городе Черкесске, в Карачаево-Черкесии. Но действительно, то, что сейчас я посмотрел, конечно, очень красиво, достойно, я так понимаю, что и внутри все находится в образцовом содержании. Ну а вот площадка и с тем, что внизу гараж, честно говоря, всю страну проехал в качестве представителя нам совета фонда ЖКХ. Но я первый раз такое вижу. Это удивительно просто. Я думаю, надо Сергею Семеновичу Собянину рассказать такую историю в Москве, может быть, переберемить ваш опыт. В этом многоквартирном доме проживает 48 семей. И каждая из них с самого заселения в новый дом совместными усилиями делает все, чтобы дом, как и дворовая территория, не теряли свой первозданный образцовый вид. Конечно, я горда тем, что я проживаю в таком дворе. Мне приятно, что, в общем, такая высокая комиссия оценила содержание нашего дома, благоустройство и то, что мы за столько лет, в общем-то, уже не первый год мы существуем. И жильцы нашего дома смогли сохранить все те условия, которые были созданы для нашего спокойного процветания. Конечно же, поддержание необходимых условий для комфортного проживания – общая заслуга жильцов и управляющей компании. Секрет образцового дома, по мнению представителей управляющей организации, заключается именно в совместном труде, когда жильцы сообща помогают не только сохранить комфортные жилищные условия для себя и своих детей, но и помогают управляющей компании. Когда жильцы сами заинтересованы в том, чтобы дом содержался в таком образцовом содержании, они нам и помогают, и детишки наши здесь прекрасно себя чувствуют. И все это благодаря тому совместному действию, которое мы здесь оказываем. По мнению участников мероприятия, этот двор – пример нового современного подхода к благоустройству не только одного отдельно взятого дома, но и города, региона и всей страны. Алина Гедива, Олег Молхожев, Архыз, 24. Карачаево-Черкесия может стать первым регионом страны, в котором не будет аварийного жилья. Председатель правления государственной корпорации, фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цыцин и Рашид Темрезов заключили дополнительное соглашение о досрочном завершении программы переселения из аварийного жилья. Таким образом, при содействии фонда, республика взяла на себя обязательство до конца этого года расселить 140 человек из пяти многоквартирных домов, тогда как программа предусматривала закрытие этого вопроса только к 2025 году. Далее республика намерена приступить к реализации следующего этапа. Какого именно, расскажем в сюжете. Соглашение подписано. Исторический момент. Только что Рашид Темрезов и Константин Цыцин подписали документ, который позволит переселить 140 человек из аварийного и ветхого жилья гораздо раньше запланированного. То, что подписали, это действительно очень важно для республики, в первую очередь, и для тех жителей, которые переселятся в новые дома, поскольку на 4 года раньше получат квартиры. Это очень важно. А слова с делом не расходятся, поэтому мы сразу первые, так сказать, перечисления уже сделали. Таким образом, республика при содействии фонда взяла на себя обязательства до конца этого года расселить 140 человек из пяти многоквартирных домов в Усть-Джигуте и Адыгехабле, а до этого новоселье уже справили 32 человека из двух многоквартирных домов. Закончив этот этап, регион готов сразу приступить к реализации следующего – расселение жильцов из домов, признанных аварийными, после 1 января 2017 года. Таким образом, Карачаево-Черкесия станет первым субъектом Российской Федерации, кто готов полностью выполнить программу по переселению граждан из непригодного для проживания жилья досрочно. Тогда ждем от вас расчетов. И если мы завершаем эту программу, то вот, наверное, было бы здорово, если бы в 2022 году, в столетию республики, это был бы первый субъект России, в котором нет аварийных жильцов. Я вас хочу заверить в том, что и я, и мои коллеги, мы все сделаем для того, чтобы эту программу реализовать. Мы одни из первых, кто первым программам досрочно завершили. Поверьте, что мы с этой ситуацией справимся. Еще одна важная тема – стороны обсудили возможность строительства в республике второй очереди полигона для хранения и сортировки ТБО при Кубанском районе. Конечно, не хватает второй очереди – это переработки. Тоже ждем от вас предложений. Мы обратились в Минприрода, товарищ Коколовкин, с тем, чтобы экооператор включился, может быть, в первый субъект здесь по-настоящему с точки зрения переработки. И тоже потянуть по 22 год. Для нас это очень важно. Мы в экологическом рейтинге являемся одним из лидеров Российской Федерации. Вы очень много бывали в Карачаево-Черкесии, знаете, что здесь у нас целый нас проект президент Российской Федерации ставит задачу. Поэтому, конечно, для нас экологическая безопасность и мусоропереработка являются одним из важных аспектов. После всех официальных мероприятий Сергей Степашин, Константин Цицын и Рашид Темрезов возложили цветы к памятнику первому главе республики Владимиру Хубееву. Эрнест Чуков, Радомир Князев, Архиз, 24. Эпидемиологическая ситуация в регионе всю минувшую неделю остается стабильно тяжелой. С 19 по 23 октября включительно выявлено 420 новых случаев заражения коронавирусом. Среднесуточный прирост составил 84 человека. Общее количество пациентов, получающих лечение в условиях стационара, тоже растет и приближается к 700. В связи с необходимостью в дополнительных койко-местах для тяжелых больных в Черкесске на базе Республиканской клинической больницы выведен из резерва еще один госпиталь. Он рассчитан на 80 мест и оборудован всем необходимым для оказания помощи пациентам, а также для диагностики и лечения сопутствующих заболеваний. Наша съемочная группа побывала в Республиканской больнице. С каждым днем количество заболевших коронавирусом растет. В среднем на 80 человек. Среди них люди разного возраста и состояния здоровья. И ожидаемо, что части из них может понадобиться помощь в медицинском стационаре, где есть все необходимое для лечения сложных форм поражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим выведен из резерва госпиталь на базе Республиканской клинической больницы. Сюда будут направляться пациенты, у которых имеются сопутствующие патологии, такие как сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет. Это те пациенты, которые имеют какие-то вмешательства на сердце, на сосудах и так далее. То есть это те пациенты, которыми мы в обычном режиме и занимаемся. Мы готовы были к открытию этого госпиталя давно. Ждали распоряжения Министерства здравоохранения нашего. И вот мы таким образом пришли на помощь к городской больнице. Потому что эти пациенты до этого, наши пациенты, попадали в госпиталь при городской больнице. Что касается медперсонала, то на сегодняшний день в этом госпитале сформированы бригады из высококвалифицированных специалистов, большинство из которых работали здесь еще в первую волну. В общей сложности почти 80 человек. Это и врачи, и медсестры, и санитарки. Там работают два лучших наших пульмонолога, в том числе заведующие отделением Иркина Зупротоктарна и Лайпанова Фатима Мамурачина, которые отработали и в первую волну в нескольких госпиталях. Начальник госпиталя тот же Ибзеев Азнавр Казимович, который в прошлый раз занимался этой работой, пошла работать в госпитале на заведующие реанимации неотложных состояний в неврологии Жанна Назировна Жукаева. То есть команда подобралась очень серьезная. Стоит отметить, что несмотря на открытие ковид-госпиталя, республиканская больница ни в коем случае не прекращает прием и лечение плановых больных. Как и прежде, здесь оказывается вся высокотехнологичная медицинская помощь по всем направлениям. Система эпидбезопасности тоже сохранена. Вход в ковид-госпиталь отмежован от основного. Эти потоки совершенно разделены, они никак не смешиваются. Даже въезд в госпиталь у нас происходит с другой улицы, в другой въезд, в другие ворота. И они совершенно разделены по потокам. Это отдельно стоящее здание со своей собственной вентиляцией, со своей системой отопления. То есть они никаким образом не имеют отношения к остальным зданиям нашей больницы. Поэтому пациенты могут совершенно спокойно к нам обращаться. На сегодняшний день в этом госпитале в полном объеме имеется весь необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Также здесь создана вся необходимая инфраструктура для качественного оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Мадина Лайпанова, Назир Капышев, Архиз-24. А кадровые технические мощности новой лаборатории позволяют выполнять до 200 исследований в день. Подробности в репортаже Анзора Курбанова. Каждый день Татьяны Лагучевой и ее команды лаборантов начинаются с приема анализов, которые сдали пациенты с ВИЧ и гепатитом. И судя по количеству пробирок на рабочем столе, нагрузка у ПЦР лаборатории большая. Тем более, что с недавних пор к общему объему добавились еще и тесты на коронавирус. Мы в течение времени успеваем проводить исследования и на иммуноферментные исследования, и на ВИЧ, и на гепатиты. То есть наша работа основная не страдает от того, что мы проводим ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции. В активную работу лаборатория вступила только с 15 октября. Она рассчитана на диагностику до 200 тестов в сутки. На данный момент это уже третья по счету лаборатория в Карачаево-Черкесии, которая работает с ковид. Минздрав и правительство республики приложили очень большое усилие к тому, чтобы нашу лабораторию привести в должный вид в соответствии с интерно-эпидемиологическими нормами. Закуплено новое оборудование. И стало возможным на базе нашей ПЦР-лаборатории, уже ранее существовавшей, проводить еще дополнительные исследования на диагностику ковида. Сейчас Татьяна Лагучева работает и как врач-лаборант, а вместе с ней еще три средних лаборанта и санитарка. К слову, с увеличением штата сотрудников появится возможность увеличить количество проводимых тестов. Обхват населения в Карачаево-Черкесской республике высокий. В плане тестирования и выявляемости мы держим первое место в Северо-Кавказском федеральном округе. Я думаю, что все-таки некоторая задержка с выдачей тестов связана только с большим объемом диагностических манипуляций в плане выделения вируса COVID-19. Суммарная мощность трех лабораторий, которые расположены в Центре гигиены и эпидемиологии Карачаева-Черкесии, в Карачаево-Черкесской республиканской клинической больнице и в Карачаево-Черкесской республиканской инфекционной больнице, 1700 бесплатных исследований на COVID в сутки. Новая лаборатория возьмет на себя тестирование сотрудников и пациентов COVID-госпиталей. Тем самым отчасти разгрузит другие лаборатории для работы с населением. Анзор Курбанов, Мурат Кемрюгов, Архыз-24. Карантин обязателен. Для тех людей, которые оказались контактными или получили положительный тест на коронавирус, предписано соблюдение строгой самоизоляции. Как минимум это две недели, а там уже по степени сложности течения болезни. Только такие меры могут обезопасить самого человека и его окружение, а также сократят риск распространения инфекции среди населения. Но всегда ли наши граждане соблюдают необходимые меры? И что грозит тем людям, которые безответственно относятся к предписаниям Роспотребнадзора? Подробности в нашем сюжете. С каждым днём во всём мире растёт число заболевших коронавирусной инфекцией. Для тех, кто уже получил положительный результат теста, в обязательном порядке предписано соблюдение режима самоизоляции. Так, например, Надежда уже две недели находится дома вместе с семьёй. Исправно пьёт лекарства, прописанные врачами, и никуда не выходит, чтобы не подвергать опасности других людей. Из плюсов карантина женщина отмечает то, что у неё появилось много свободного времени, которое она с удовольствием уделяет своей семье. Сейчас очень большой всплеск коронавирусной инфекции. На самом деле, это очень страшное заболевание, потому что неизвестно, у кого как пройдёт. В принципе, на данный момент проходит неплохо. Самоизоляция. Мы с ребёнком начали изучать буквы, пользуясь лучшим. Днём печём пирожки. Занимаемся всеми любимыми делами, на которые нет времени в другое время. К сожалению, в нашей республике не все граждане проявляют такую социальную ответственность. Именно поэтому сотрудниками Министерства внутренних дел ведётся работа по проверке соблюдения режима самоизоляции заболевшими. Здравствуйте, это участковый Аслан Кичеруков. Подскажите, пожалуйста, вы соблюдаете режим самоизоляции? Как ваше здоровье? Всё нормально, всё хорошо? Идёте на поправку? Соблюдайте режим самоизоляции. Я вас попрошу, не выходите из дома, пока не получите два отрицательных результата. Спасибо вам большое, выздоровляйте. Как рассказывает участковый, уполномоченный Аслан Кичеруков, практически каждый день он получает данные о заболевших из Роспотребнадзора. Теперь проверка по адресам инфицированных является обязательной частью его работы. Помимо прочего, участковые объясняют жителям города, насколько важно сегодня соблюдать режим самоизоляции и социального дистанцирования. Мы проводим профилактическую беседу с лицами, которые у нас живут на обслуживаемом участке и доводим им информацию о том, что они должны соблюдать масочный режим. В магазины, места общего пользования, общественные места, они должны, все жители нашей республики должны заходить только в масках. В условиях пандемии социальная ответственность каждого гражданина является залогом успешной борьбы с распространением заболевания. Как вы считаете, люди, которые сегодня находятся на карантине, у кого подтвержден диагноз, должны соблюдать режим самоизоляции? Обязательно. Насколько, на ваш взгляд, это опасно, если такие люди не соблюдают? Я сам переболел, знаю, что это такое. Моя семья переболела, мы переехали. Так что я знаю, что я говорю и знаю, что это такое. И вот если бы вы могли обратиться к людям, которые сегодня находятся на режиме самоизоляции дома, что бы вы им сказали? Прослушиваться к требованиям, к просьбам врачей, просто потребнадзоры, сидеть дома, значит, надо сидеть дома, лечиться до конца. Хочется сказать, чтобы люди были на самом деле сознательными, чтобы думали не только о себе, а думали об окружающих людях. Потому что вот даже есть примеры о том, что человек перенес легко болезнь, а другой человек может принести это очень тяжело. На самом деле, это очень страшные вещи. Очевидно, что пока каждый человек не осознает опасность безалаберного отношения к режиму самоизоляции, побороть вирус удастся не скоро. Ну а нарушителям следует дважды подумать. Ведь административные штрафы в размере от 15 до 40 тысяч вполне могут нанести ущерб их кошельку. Ну а если по вине такого человека кто-то пострадает, то придется заплатить еще больше – от 150 до 300 тысяч рублей. Несмотря на все предпринимаемые меры, с каждым днем количество заболевших в регионе растет. Основная причина – несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Об обид-обстановке в регионе и мерах контроля организации и предприятий нам рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Сергей Бескокотов. Сергей Васильевич, а как сегодня у нас складывается эпид-обстановка и, собственно, как Роспотребнадзор сегодня контролирует ее? Дело в том, что обстановка в республике сейчас довольно-таки напряженная в плане заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. У нас наблюдается рост количества заболевших. И, естественно, предприятия, организации любой формы собственности или частные, или государственные, бюджетные, небюджетные должны соблюдать все меры безопасности, которые предусмотрены в ходе развития этой инфекции. Контролируют это, во-первых, органы местного самоуправления, органы полиции, ну и мы, органы Роспотребнадзора, естественно, тоже занимаемся контролем за соблюдением режима и изоляции, и ношения масочного режима и так далее. Что сегодня происходит в образовательных учреждениях республики? В образовательных учреждениях у нас выявляются, это, к сожалению, так оно и есть, заболевшие. Это и среди детишек ученики, и среди персонала. Это и обслуживающий персонал, учителя, ну и повара, уборщицы и так далее. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, по каждому случаю заболевания выявляется, вернее, определяется круг контактных лиц. Во-первых, больной, конечно, изолируется. И если он действительно болен, он получает лечение. Если он в течение заболевания довольно-таки тяжелое, то он госпитализируется. А контактные изолируются из школы, находятся дома в течение 14 дней после даты последнего контакта с заболевшим. Что касается районов нашей республики, как сегодня там складывается эпид-обстановка, и, собственно, как вы получаете оттуда информацию? Дело в том, что информацию из района мы получаем по линии медицинских учреждений о каждом случае заболевания. И я бы сейчас никакой-то район не стал выделять, где больше или меньше. Ну, естественно, больше всего случаев заболеваний у нас в городе Черкесске, но это понятно, потому что здесь больше всего и населения. А так во всех районах сейчас ситуация развивается практически одинаково. Я бы сказал просто, где меньше. Меньше заболевших у нас в Урупском районе, в Зеленчукском районе, ну и, наверное, все. Во всех остальных районах ситуация примерно одинаковая. Есть ли на сегодняшний день в республике районы, где ситуация складывается критически? Контроль осуществляет вообще-то мэрия района или города. Мы туда привлекаемся только как специалисты, так же как и органы полиции. В частности, по городу Черкесску созданы три оперативные группы распоряжения мэра города, куда вошли и наши специалисты, и работники органов полиции. И с рейдовыми проверками два раза в неделю проверяется работа предприятий, организаций, находящихся на территории города Черкеска. Такая же работа должна быть организована и в районах. Давайте напомним нашим телезрителям, какие ограничительные меры сегодня действуют в Карачаево-Черкесии. В любом случае сейчас должны ограничиваться любые массовые мероприятия. Я бы не стал даже их выделять по количеству посетителей до 50 или после 50. Любое массовое мероприятие должно быть отменено. К сожалению, это не всегда так. У нас продолжаются и свадьбы, и празднования различных юбилеев. К сожалению, мы никак не можем уйти и от поминальных обрядов. Это тоже имеет место. И при выявлении заболевших, опросе их, очень часто мы устанавливаем, что заражение произошло именно на таком массовом мероприятии. Либо свадьба, либо поминки, либо какие-то еще торжественные мероприятия. Несмотря на то, что на сегодняшний день в нашей республике введены ограничительные меры на проведение массовых мероприятий, они все равно продолжают у нас организовываться в республике. Вот как сегодня решить эту проблему? Дело в том, что статистика, она не секретна, она публикуется каждый день оперативным штабом нашей республики. У нас сейчас уже более 600 жителей республики находятся в лечебных учреждениях, то есть на стационарном лечении. Есть тяжело заболевшие. И в основном это люди, которые не соблюдали масочный режим, не соблюдали режим самоизоляции. Наиболее тяжело заболевание протекает у лиц старшего возраста, которым более 65 лет, которые не носят маски, которые не соблюдают режимы дезинфекции, которые посещали, я уже говорил об этом, массовые мероприятия. Поэтому тут просто-напросто нужно посмотреть во всех средствах информации и в российских, и в наших республиканских это все публикуется, что ситуация сейчас действительно накаляется, и нужно просто элементарные меры осторожности соблюдать. На Ваш взгляд, как сегодня можно достучаться до людей и объяснить им необходимость соблюдения ограничительных мер? Да, такие мероприятия мы проводили с протоколом, которые были составлены органами полиции. Выносились и штрафы, и предупреждения. Есть также требования к гражданам, которые прибыли из-за рубежа, в течение трех дней пройти медицинское обследование ПЦР на носительство COVID-инфекции, и этот результат выложить на сайт госуслуг. Такие тоже у нас нарушители были, которые не соблюдали это требование, и к ним тоже применяются санкции, материалы, протоколы составляются, направляются в суды и выносятся штрафы. Штрафы там довольно-таки большие. Сергей Васильевич, по Вашему мнению, требуется ли сегодня введение дополнительных ограничительных мер? Все сейчас зависит в данном моменте от жителей, от граждан и от наших руководителей предприятий, организаций. Если и в течение последующих дней или недель мы также будем с прохладцей относиться к выполнению этих требований, я думаю, что все-таки мы к этому придем, когда необходимо будет вводиться ограничения на любые, на работу предприятий, организаций, ну то, что мы проходили уже весной и летом. Мне бы очень этого не хотелось, потому что я понимаю, насколько это серьезные удары экономики, но если такая необходимость будет, я думаю, что мы к этому обязательно придем. В Карачево-Черкесии подвели итоги республиканского этапа всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Лучший руководитель дошкольно-образовательной организации». И в этом году впервые за 28 лет проведение регионального этапа лучшим учителем признали мужчину. Им стал учитель физкультуры средней школы номер 10 города Черкеска. Михаил Кузнецов. Теперь ему предстоит представлять республику на всероссийском уровне. На урок к учителю заглянула и наша съемочная группа. В этом году пандемия внесла свои коррективы в ежегодный всероссийский конкурс среди педагогов. Тем не менее, Карачаева-Черкесия не отказалась от проведения своего республиканского этапа, хоть и прошел он по большей части в дистанционном формате. Этот формат стал также приемлем. Он был не менее интересен и в какой-то степени даже поучителен для членов жюри, комиссии в том числе и для самих педагогических работников. Когда со стороны на себя можно несколько раз посмотреть, посмотреть на те моменты и педагогические определенные методики, которые поддаются и должны поддаваться корректировке, которые необходимо учитывать в дальнейшей своей профессиональной деятельности. Поэтому данный метод проведения конкурса открыл нам новые горизонты, которые мы также будем использовать и в дальнейшем. В ходе конкурса каждый участник должен был представить себя, свои методы работы и свое видение педагогического процесса. А победителей и призеров пригласили в Дом правительства на торжественную церемонию награждения. Я хочу всех вас поблагодарить за ваш труд, ответственный, почетный, за то, что вы воспитываете наших детишек. Я очень рад всех вас видеть, ваши веселые, добрые лица. Хочу пожелать вам всем здоровья, чтобы эта зараза нашего века обошла всех, и вас, и нас, родных, и близких, и особенно детишек обошла стороной. В этом году по итогам всех этапов учителем года в Карачаево-Черкесии стал преподаватель физической культуры средней школы номер 10 города Черкеска Михаил Кузнецов. Между прочим, это первый случай за все 28 лет проведения конкурса, когда победителем стал мужчина. Когда я узнал, что стал победителем, меня переполнили мои эмоции. Да, в душе радость, больше ничего. И, наверное, конечно, пустота, что закончился этот конкурс. В школе отнеслись с уважением, с почетом, поздравили, конечно. Очень радовались. Радовались за меня, за город, за республику. Теперь Михаил будет представлять республику на всероссийском этапе конкурса. То же самое предстоит и Елене Титаренко из Таницы Зеленчукской. Она стала победителем конкурса «Лучший воспитатель». В детском саду работаю уже 26 лет. Мне нравится моя профессия. Я всю душу отдаю детям. Ну вот, как мы видим, результат моих трудов – получение грамоты и дальнейшее представление республики. Вот уже третий год в республике проходит новый конкурс «Лучший руководитель дошкольного учреждения». В этот раз по итогам всех этапов строгая жюри лучшим выбрала директора Центра дошкольного развития «Мамонтёнок» Светлану Биджеву. По мнению победительницы, такие конкурсы нужны в первую очередь для самих педагогов, для их профессионального развития. Эти конкурсы очень необходимы. Они необходимы особенно молодым педагогам, тем, у которых ещё вся профессиональная деятельность впереди. Ну и тем, кто уже проработал какую-то часть своего педагогического времени и может передать свой опыт именно тем, кто хочет им овладевать. Каждый лауреат конкурса получил грамоту, либо диплом и денежную премию. А всего в общей сложности были отмечены 23 педагогических работника. Эрнест Чуков, Олег Молхожев, Архиз, 24. Безопасно ли отправлять своих детей в школу в период пандемии? Этот вопрос волновал жителей республики ещё в преддверии 1 сентября. После нового роста заболеваемости COVID-19 несколько школ региона временно закрыты на карантин. Другие же продолжают работу, но с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. На какие меры пошли общеобразовательные учебные заведения, чтобы обеспечить безопасное очное обучение школьников и как проходят занятия для детей на самоизоляции? Узнавал наш корреспондент Анзор Курбанов. С 1 сентября все образовательные учреждения Карачаева Черкесии приступили к работе в очном формате. Однако этот учебный год начался по новым правилам. В первую очередь санитарным. В школах Черкеска на входе у каждого ребёнка обязательно измеряют температуру и просят обработать руки антисептиком. В каждом классе стараются рассадить детей по одному. Тем самым социальная дистанция также соблюдается. Семиклассник Арауля Качкарова родители отправляют в школу без опасения, так как знают, что все меры санэпидрежима в школе соблюдаются. При входе в школу у нас проверяют сменку и измеряют температуру. Перед уроком столы обрабатывают. Мы на уроках сидим в масках, пытаемся держать дистанцию. По-моему, это безопасно. Кроме того, каждый класс в течение учебных часов располагается в своём кабинете. Перемещаются в другие только на занятия, требующие специального оборудования, такие как химия, физика и технология. Это тоже одна из мер для снижения контактов между детьми из различных классов. При всём при этом без заболевших коронавирусом не обходится. Есть, конечно, заболевшие. На сегодняшний день из 1768 учащихся около 400 детей являются контактными. В связи с тем, что внутри классов есть дети. Даже если один ребёнок определяется, мы эту информацию подаём в управление образованием, в Роспотребнадзор сообщаем и уже принимаем меры по изоляции детей. За сегодняшний день в одной только пятой гимназии самоизоляции вышло два класса. Но кто-то, напротив, ушёл на карантин. К слову, в Роспотребнадзоре уже есть порядок, при котором необходимо закрывать классы. Если в частности речь идёт о детском образовательном учреждении, в момент проведения опроса данного лица или родителей ребёнка, мы устанавливаем место его учёбы. По месту его учёбы направляется запрос руководителю учреждения или директору школы. С целью установления контактов, с целью установления границ очага. Ну и после того, как будет очерчен круг очага эпидемического, будут определены контактные лица, мы приходим к тому или иному выводу, либо о закрытии всей школы, либо о закрытии его структурных подразделений или классов. Если заболел ученик, обучающийся контактного класса переходит на дистанционное обучение на 14 дней. В случае с заболевшим учителем вопрос о карантине класса решается индивидуально. К слову, переживать о том, что ребёнок, находясь на самоизоляции, пропустит учебный процесс, нет необходимости. У меня два класса были на изоляции, я с ними проводила уроки в системе ЗОМ. Конференцию создала, детям я отправляю кодификатор конференции и пароль, они постоянно зафиксированы, и мы проводим в конференции уроки, объяснение нового материала идёт, закрепление идёт, они получают домашнее задание, домашнее задание они высылают на почту, я проверяю и выставляю оценки. Впереди школьников ожидают осенние каникулы, которые как раз приходятся на пик заболеваемости. Профилактические мероприятия в детских коллективах имеют большое значение, ведь, как правило, у несовершеннолетних болезнь протекает бессимптомно, что может быть крайне опасно для тех, кто их ждёт дома – родителей, бабушек и дедушек. Анзор Курбанов, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24. Тем временем в ауле Гуриль-Диуку в Жигутинском районе ведётся масштабное строительство новой школы современного типа. Общая площадь объекта – более 4000 квадратных метров. Территория включает в себя двухэтажную школу, детские и спортивные площадки и многое другое. Строительство школы продлится до конца 2021 года. О его ходе и о том, где же сейчас проходят уроки, расскажем в сюжете. Симфония звуков работающей крупногабаритной техники не стихает ни на минуту. С начала лета над новой школой в ауле Гуриль-Диуку неустанно трудится несколько десятков строителей. Прежнее здание школы было сдано в эксплуатацию в далёком 1925 году. В начале 2000-х годов в здании образовалась трещина, вследствие чего его вскоре признали аварийным и снесли. Конечно же, оставить более 100 учеников без школы было нельзя, и по поручению главы республики Рашида Тимрезова началось строительство новой школы современного типа. Вот это строительство было запланировано на 2020 год. И 1 июня, после того, как они разрушили старое аварийное здание, началось строительство новой современной школы на 165 ученических мест. В настоящее время идут работы по строительству цокольного этажа. Далее планируется построить ещё два этажа для ученических кабинетов. Школа будет отвечать всем стандартам качества и безопасности. Помимо кабинетов для проведения уроков, здесь планируется обустроить актовые спортивные залы, медкабинет. На территории школы планируется обустроить большую спортивную и детскую площадки. Поле для мини-футбола, площадку для игр в баскетбол и волейбол. Словом, в новой школе учащихся ждёт много интересного. Усмотрены там спортзал, пищеблок для питания детей, медпункт, чтобы дети были под медицинским наблюдением. Актовый зал и очень много вспомогательных помещений, тех помещений для того, чтобы проводить кружки и так далее. Несмотря на то, что у учащихся школы в Гирюльдуке нет своего помещения для уроков, учебный процесс у ребят не нарушен. С началом учебного года их уроки проходят в школе аула Старая Джигута. Каждый учебный день ребят забирает спецтранспорт и отвозит до пункта назначения, а после уроков обратно. Дети и преподаватели на новый распорядок дня не жалуются и с удовольствием посещают временное место учёбы. Впечатления очень хорошие, потому что мне очень нравится учиться в этой школе. В учебные дни мы все выходим, каждый на свою остановку в назначенное время. Я, например, выхожу к 12 часам. Учитель русского языка и литературы Гирюльдукской школы Осият Гачияева начинала свою трудовую деятельность именно в этой школе. Затем переехала в Гирюльдук и, по иронии судьбы, теперь она снова преподает детям русский язык и литературу в школе Старой Джигуты. Приятно вспомнить былые добрые времена и работу в этих стенах, говорит педагог. Все условия созданы, никаких трудностей мы не испытываем. Наши дети даже рады таким изменениям в их жизни. Обещали через год нам построят новую хорошую школу и все будем учиться у себя в ауле. И преподаватели, и ученики с нетерпением ждут открытия новой школы. Окончание строительства запланировано на конец 2021 года. Строители обещают, что будут работать на пределе своих возможностей для того, чтобы школа была сдана в эксплуатацию раньше положенного срока. Алина Гидеева, Ивар Барануков, Архыз, 24. Двойная помощь нуждающимся в Центре социального обслуживания населения открылось новое специализированное отделение оздоровительного социально-медицинского обслуживания на дому. Теперь по заявке нуждающегося, помимо соцработника, к нему будет приходить и квалифицированная медсестра. Насколько эта услуга будет полезной в период пандемии, говорить не приходится. Уже сейчас в Центр стали поступать заявки от многих горожан. Как организована теперь работа отделения в нашем сюжете. Галина Николаевна, мы к вам. Галина Николаевна гостей ждала. Пару раз в неделю к ней приходят из Центра социального обслуживания, узнают, как у нее дела, помогают по дому, либо совершают покупки. И если раньше приходил лишь соцработник, то теперь с ним в паре приходит и медицинская сестра, чему одинокая пенсионерка рада вдвойне. Хоть есть с кем поговорить. И оказывают хорошую помощь. И продукты приносят, и убираются, когда мне тяжело. Вот одно давление высокое очень. Или еще что-то беспокоит. И вот, пожалуйста, медсестра ко мне приходит, постоянно помогают. Уколы нужны, какую-то медицинскую помощь оказать, к примеру. Лекарства, допустим, какие-то достать тоже. Вот большая помощь от них. Пока медсестра проводит осмотр пенсионерки, на кухне хлопочет соцработник. Наталья уже давно помогает Галине Николаевне и говорит, что пожилым людям чаще всего нужна даже не практическая помощь, а моральная и психологическая. Люди одинокие. Они, конечно, им очень хочется поговорить. Это даже больше, наверное, чем все остальные наши услуги востребовано. Мы всегда с радостью с ними пьем чай, беседуем, выслушиваем все наболевшие проблемы, помогаем советом, оказываем такую теплую поддержку. Это очень ценится и очень приятно видеть, когда вот входишь в дом, тебя встречают как родного, как телена семьи, можно сказать. Визит медработников к нуждающимся стал возможен благодаря открытию на базе Центра социального обслуживания населения, нового специализированного отделения. Сейчас, в период пандемии, эта услуга наиболее актуальна. Медсестра играет очень важную роль, потому что она ходит минимум два раза в неделю к каждому получателю социальных услуг, она следит за состоянием его здоровья, она находится в тесном контакте с лечащим врачом, с терапевтом участковым, она является связующим свином между фондом социального страхования, между лечебно-оздоровительными организациями. То есть она делает всю медицинскую работу по назначению врача. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы самолечением не занимаемся, мы действуем только по назначению врача. Сам Центр, несмотря на эпидситуацию, работает практически в стандартном режиме. По-прежнему для восстановления здоровья и реабилитации после болезни работает тренажерный зал, массажные, физиотерапевтические кабинеты, ведет прием врач-терапевт, организованы различные кружки. Но сейчас больше всего нагрузка приходится именно на новое отделение. Подобран персонал из самых лучших работников. И надеюсь, что и опыт этих людей во многом, и знания, и желания главные этих людей помогут нам в развитии этого отделения. Сейчас первоочередное внимание сотрудники отделения оказывают поддержки наиболее уязвимых групп населения. Это пожилых, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А в целом новое отделение рассчитано на полное обслуживание 80 человек. В период пандемии особенно важна работа учреждений здравоохранения в районах, в отдаленных от центра населенных пунктах. От того, как медики реагируют на состояние здоровья пациента, зависит и его самочувствие, и в целом эпидемиологическая обстановка местности. Если речь идет о небольших селах, то тут на передовые позиции в борьбе с распространением ковид выходят фельдшерско-акушерские пункты. Именно здесь могут первыми распознать характерные симптомы и направить человека на дальнейшую диагностику. В ауле Ильич Зеленчукского района такой ФАП тоже есть, и помощь тут оказывают своевременно. Правда, условия помещения уже давно не те, а здание сильно обветшало. Как решается вопрос со строительством нового ФАПа в селе? В нашем сюжете. В силу своего возраста Азриета Лью Семенову часто приходится посещать врача, померить давление, проверить общее состояние. И как все жители аула Ильич, ходит он в местный фельдшерско-акушерский пункт, который напополам делит здание с местной библиотекой. Из-за давности постройки здание уже давно находится в аварийном состоянии. Из-за непригодных условий местного ФАПа местным жителям приходится ездить в Староживую или Зеленчукскую. А самому фельдшеру часто приходится обследовать больных на дому. На аварийное состояние личного ФАПа жаловалась местная жительница Льюаза Лепшокова в чате главы республики Рашида Тимрезова. И действительно вопрос двинулся с мертвой точки. Я обращалась с этим вопросом к главе республики Тимрезову Рашиду Бориспиевичу. Дело в том, что у нас фельдшерско-акушерский пункт в аварийном состоянии. И восстановлению не подлежит. И поэтому срочно нам надо строить новый. Потому что население около 700-600 человек. И очень нуждается и фельдшер, и я бы даже сказала, и в акушере тоже. Решение вопроса не за горами. Начало строительства ФАПа планируется в 2021 году. Уже даже место для него выбрали. В самом центре, где раньше стояло здание Старого сельсовета. Объект будет типовым, учитывающим все необходимые архитектурные и строительные решения. По программе Минздрава планируется строительство ФАПа в ауле Ильич. Были много обращений граждан по улучшению, по ремонту, по новому строительству, по оказанию более качественной медицинской помощи населения. И, учитывая обращения граждан, принято было решение новое строительство в ауле Ильич. Стоит отметить, что за последние годы в Карачао-Черкесии отсутствуют случаи закрытия больниц или ФАПов. И нет населенных пунктов вне медицинского обслуживания. Что особо отметил президент Владимир Путин в своем недавнем диалоге с главой КЧР по видеоконференц-связи. Была отмечена большая личная роль Рашида Тимрезова в деле строительства социальных объектов в регионе. Одних только ФАПов в республике за последние годы стало на 40 больше. И их строительство продолжается. Анзор Курбанов, Радамир Князев, Архыз, 24. В республиканской столице продолжаются работы по реконструкции автодорог. К концу текущего года полностью обновят дорожное покрытие и ведут в эксплуатацию 6 километров участка трассы А-165 от Пятигорского шоссе до примыкания к улице Даватора. В данный момент дорожники ведут работы по переустановлению коммуникации, замене земляного полотна и установке трехслойного асфальтобетона. Новая дорога будет с четырьмя полосами движения и соответствовать всем нормативным требованиям. Гул строительной техники стоит на всю округу. С раннего утра идут работы по капитальному ремонту на участке автодороги Лермонтов-Черкеск, на въезде в республиканскую столицу. Строители расширяют трассу, чтобы вместо двух полос сделать четыре. В этом году у нас запланировано 6 километров сдача ввода в эксплуатацию. Это вот от этой стелы до железнодорожного переезда, до улицы Даватора. Работы были проведены по уширению земляного полотна полностью. Земляное полотно было цепано заново. Водопропускные трубы заменены на новые. В тех местах, где необходимо было установить новые, были установлены новые. Потому что в ходе эксплуатации было выявлено, что во время дождей сильных происходит перелив воды через проезжую часть и заливало город Черкесск. Технология укладки асфальта достаточно сложна. Первое, что необходимо, подготовить участок земли. Каждый новый слой после укладки плотно укатывается специальными машинами, чтобы избежать последующего проседания асфальтного слоя. Следующий этап – укладка асфальтобетона в три слоя. Процесс автоматизированный. Спецтехника следит за качеством и количеством финишного покрытия. Сейчас очень сильно внедряется система 3D-нивелирования, что заключает в себя мельчайшие ошибки человека, которые могут допустить. Это вот, как мы наблюдаем, сзади нас асфальтовый укладчик стоит. На него становятся датчики, которые нивелируются. И, соответственно, программа задает высоту, ровность. И машинист асфальтовый укладчик просто подчиняется этим командам, которые ему выходят на пульт. Ширина новой четырехполосной дороги составит 14 метров. Каждая полоса по 3,5 метра. Этого вполне достаточно, чтобы справиться с большим потоком машин. По словам подрядчиков, эта дорога прослушает не менее 20 лет. Впереди еще немало работ. Помимо самой дороги, дорожники установят барьерные ограждения, тротуары, световые объекты, а также сплошное электроосвещение. Завершение всех работ на данном участке намечено на конец 2020 года. Ренат Ибрагимов, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. Бесхозный водопровод. С такой проблемой столкнулись жители аула Кумыш, которые не могут найти ответственного за постоянно протекающей водопроводной трубой. Ситуация дошла до предела, а точнее вода до домовладения людей. По частным секторам появилось озеро, которое затекает в подвалы местных жителей. Сколько еще люди будут заложниками данной проблемы и собирается ли кто-то ее решать, разбиралась Дарья Назарова. Постоянные лужи, размытые дороги и затопленные фундаменты. Эти проблемы знакомы всем жителям улицы Прикубанской аула Кумыш, которые переживают об одном, что скоро их улица будет похожа на Венецию, а подвалы на аквариум. Вода, которая стала причиной бед местных жителей, сочится из проходящего там водопровода. А он уже не первый год дает трещину. Утечка воды, это зимой началась у нас тут. Зимой пришли, ремонтировали, закрыли, ушли. Вот три месяца назад я сама вот здесь вызвала трактор, выкопали мы здесь. И вот ситуация такая. Вода протекает ко мне прямо под дом. Из-за того, что вода туда протекает, у меня потолки отвалились. Можете заходить, посмотреть. С той стороны трещины дома. Дом Фатимы Чиковой к месту прорыва расположен ближе и немного ниже остальных по уровню. Поэтому он больше всех и пострадал. И хотя женщина уже начала делать ремонт в комнатах, страх нового затопления ее семью не покидает. Из-за утечки воды вот эти потолки обрушились в час ночи. Ну люди спали, слава богу, что не на них. Сейчас ремонтируем дом. Дом дал осадок. Вот та сторона вы снимали же. Как дом трещину дал, осадок дал дом. Ну своими силами как-то позже пытаемся отремонтировать. Ну толку не будет, если мы отремонтируем это, если вода не остановится. Остановить прорыв, по мнению местных жителей, можно только одним способом. Необходимо полностью ремонтировать водопроводную сеть, которая, как уверяют люди, ровесница многих сторожил. Для решения проблемы аульчане обивали пороги разных инстанций и ресурсоснабжающей организации, и сельской администрации. Последние, к примеру, говорят, что ремонт водопровода не в их компетенции. У трубы есть свой хозяин, который и обязан следить за ее состоянием. Они бы могли призвать его к ответственности, но, как оказалось, ресурсоснабжающая организация некоторое время назад была признана банкротом, и компания выставлена на торги. «Проблема не в том, что кто хозяин. Проблема в самой трубе. Труба была проложена в 80-е годы, и так как на протяжении каждого метра можно найти прорыв. Нету здесь такого места, где мы не прорыли, и нигде мы не делали этот ремонт. Надо трубу менять. Но так как это не та проблема, которую может решить наше поселение, не в наших силах это». Мы нашли хозяина этой трубы. Представитель местного водоканала подтвердил, что их организация действительно банкрот и сейчас ищет нового руководителя. А вот информацию о том, что водопровод находится в их зоне ответственности, опроверг. По его словам, эксплуатировать эту сеть должны местные администрации. «Мы проводили анализ имущества из полученных ответов с Министерства имущественных отношений по Карачаево-Черкесской республике. Водопроводная сеть АУЛа Кумуш полностью нам не принадлежит. Она принадлежит... С 2008 по 2012 год была проведена реорганизация предприятия, и вот этот АУЛ Кумуш, квартальные водопроводные сети, были переданы в администрацию Карачаевского района. Они путём создания муниципального предприятия передали в администрацию Кумушского сельского поселения». Получается, что жители улицы Прикубанской оказались заложниками ситуации, что ещё больше вызывает у них негодование. От такой безвыходности они готовы были даже обратиться в прокуратуру, чтобы там разобрались, кто всё-таки прав, а кто виноват. Но в местной администрации их опередили. Там решили взять решение проблемы в свои руки, пообещав местным жителям, что совместно с районной администрацией в рамках программы «Чистая вода» в 2021 году они полностью заменят водопроводную сеть протяжённостью 2 километра, расположенную на их улице. Дарья Назарова, Олег Молхожев, Назир Капышев, Архиз-24. Сохраним лес. Именно так называется Всероссийская акция, организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. Она призвана привлечь внимание общества к вопросам сохранения и приумножения лесных ресурсов, необходимости бережного отношения к лесу. В этом году наша республика также присоединилась к этой акции. Так, на территории Исправненского участкового лесничества было высажено более тысячи саженцев молодых деревьев. Наша съёмочная группа присутствовала при высадке. Более двух гектаров земли. Именно столько было решено выделить под посадку молодых саженцев дуба черешчатого и ясеня на территории Исправненского участкового лесничества в этом году. Асхат Качкаров – один из тех, кто принимал участие в нынешней акции. Вот уже 22 года он трудится лесничем. И на своём веку посадил не одно дерево. Ушон, как никто другой, знает, как важно сегодня сохранять наш лес и приумножать лесные угодья. Ясень у нас местами растёт. Она у нас очень капризное дерево. Везде она не растёт. Любит камень-листую почву. Надеемся, что через сто лет тут будет ясеневая красивая роща для наших потомков. В этот день было высажено более тысячи саженцев. Участие в акции принимали не только сотрудники регионального Минприроды, но и волонтёры. Каждый из них решил оказать помощь в деле лесовосстановления и внести свой небольшой вклад в виде посаженного дерева. В последние 5-6 лет у нас очень безалаберно начали относиться к экологии. То есть загрязняют окружающую природу, ломают ветки, деревья, срубают целое лесничество, можно сказать. И надо показать молодёжи, что это неправильно, так сказать. Показать нужно своим примером. Это самое лучшее воспитание будет и самое лучшее прививание привычек. Прошедшая акция, организованная региональным Министерством природы и экологии, лишь одно из многочисленных мероприятий, которые проводятся в нашей республике каждый год. Так, в текущем году уже было высажено более 18 тысяч молодых деревьев. И это вовсе не предел. Чем больше у нас леса, тем, как все мы знаем, это прописная истина, это лёгкие планеты. Вот у нас, видите, что мы рядом с участком леса сажаем, то есть это и воспроизводство леса. Это очень важный вопрос. Эти акции проводятся постоянно, но в этом году как бы не так часто из-за того, что, как я сказала, пандемия, вирус. А так, в общем-то, в течение года, это весна и осень, обязательная посадка деревьев. Лесовосстановление является одним из приоритетных направлений регионального проекта «Сохранение лесов», национального проекта «Экология». За два года его реализации в Карачаево-Черкесской республике молодой лес появился на территории площадью более 150 гектаров. Таковы, на наш взгляд, главные события минувшей недели в Карачаево-Черкесии. Все новости грядущих семи дней мы обсудим в следующую субботу, также в 19.30 на канале Архиз24. Спасибо, что были с нами, берегите свое здоровье и до встречи. Продолжение следует...